Закрывать не станут. Власти меняют подход к малокомплектным сельским школам. Подушевое финансирование в некоторых случаях признано неэффективным. И если даже в классе всего два или три ученика, работу такие учебные заведения смогут продолжить. Подробности далее. Сегодня в области насчитывается около 400 малокомплектных школ. Все население, как правило, количество учеников в классах там не превышает и 10 человек. И численность детей сокращается. Отсюда денежные проблемы. Так как финансирование в таких школах подушевое, то есть в том числе и зарплаты педагогов, зависят от количества детей. Однако в прошлом году был принят новый федеральный закон об образовании. Глава департамента уверен, закон оставит шанс малокомплектным школам. Городские школы и дети в городских школах будут финансироваться по нормативу на одного обучающегося. А вот в сельских школах будет введен норматив на класс. То есть малокомплектные школы будут финансироваться вне зависимости от числа учеников. Чтобы закон начал действовать и на территории Кировской области, необходимо внести поправки и в местное законодательство. А это и был основной вопрос повестки дня на Комитете по соцразвитию областного заксобрания. 394 школы предполагаются будут финансироваться по нормативам, независимым от количества обучающихся. Хочу отметить, что в этих школах обучаются 22 526 человек, что от общего количества обучающихся составляет 18%. Депутаты поправки поддержали, но вопрос качества образования в таких школах оставляет желать лучшего, считают некоторые. Без финансирования школы на селе может и не останутся. Но поедут ли туда работать молодые специалисты, депутаты не уверены. Но они касаются, что классы-комплекты сформируют так, что в одном классе будет два человека из первого, три из второго, один из третьего и восемь из четвертого, например. И один учитель будет учить за один час сразу четыре класса. Вопрос этот нужно будет поднимать неоднократно, резюмировали законотворцы, в том числе и по школьным автобусам, чтобы у детей на селе была возможность учиться, к примеру, в более крупных районных школах. Дмитрий Житарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей ДАВИЧ.